Пёс Ричард грустит в клетке приюта «Доброе сердце». Наверняка вспоминает свой дом и хозяев, которые бросили его в пурпе. Обрести новое пристанище ему помогли волонтёры. По словам губкинских зоозащитников, поймать собаку было непросто. Но ещё сложнее – вернуть ему доверие к людям. Я была с Натальей Сорокиной. Наталья его отвлекла, я накинула большой сачок на него. Он отвлёкся на неё, поставили укол, ждали, пока успокоятся. Он активно сопротивлялся, кусался. Понятно, что для него это стрессовая ситуация. Во-первых, чужие люди проникли на его охраняемую территорию, его дом, его любимый дом. Плюс ещё непонятные действия совершают по отношению к нему. Потом мы собаку погрузили в машину, позвонили ветеринарам, что мы едем, чтобы его осмотреть. Обратила внимание на пса жительница губкинского Галина Фомичёва. Она рассказала нам, как приезжала в Пурпе по делам и сразу заметила собаку, которая ни на шаг не отходила от развалин дома. Когда я приехала, как бы дома-то нет, и собака сидит на том же месте, где и прежде находилась. То есть сама семья, которая снимала этот дом, уже съехала год, может быть, даже более. Дом стоял пустой, она там находилась. Говорю, ну больше всего меня шокировало то, что я увидела, что на пустыре там обломки какие-то остались, и она сидит. Галина сообщила о четвероногой находке в группу «Доброго сердца», и волонтёры откликнулись незамедлительно. Эти люди, это люди с большой буквы. Таких мало. В основном-то люди равнодушные. А те, которые не пройдут мимо, их очень мало. Поэтому я безмерно просто благодарна, что вот так всё произошло, что я не просто написала, и были какие-то обычные комментарии, там, как жалко, сочувствую, ой, помогите кто-нибудь. То есть, честно, я не ожидала такой реакции. Мало кто знает, что 90% оставленных на улице животных в итоге умирают. Это равносильно убийству. Почему хозяева Ричарда не передали его волонтёрам, а просто бросили? Вопрос, который останется без ответа. Никогда не проходить мимо. Никогда. Даже если у вас аллергия на животных, но есть куча бездомных, у вас от них нет аллергии. Просто хотя бы купить дешёвые колбасы, дать поесть. Они же мёрзнут. Ведь человек, когда голодный, он же начинает мёрзнуть, он тоже злой становится. Вот люди пишут, вот собака злая, там, накинулась, там, ещё что-то. Но ведь человек, когда сам голодный, он как себя ведёт? Он ведь тоже становится раздражительным. Поэтому они голодают неделями, месяцами, ещё и на улице, в наших условиях северных. Сегодня Ричарда выхаживают волонтёры Доброго Сердца. Помимо него в приюте ещё 250 собак. И, возможно, при таком соседстве ему будет не так одиноко. Впереди предстоит непростой путь восстановления. В руки пока не даётся, скалится, но уже не так активно, как это было вчера. Очень надеюсь, что достаточно будет недолгий период адаптации у собаки. Парень хороший. Самое главное, он настолько верный, что после того, как его предали, бросили, он охранял то место, где он жил, даже когда дом снесли. Очень хочется привести не только его внешний вид, но и душевное состояние его в порядок и пристроить его в надёжную, хорошую семью. Когда Ричард окрептит морально и физически, зоозащитники будут искать ему нового хозяина. И наверняка он станет настоящим другом своему человеку, ведь животные, в отличие от людей, на предательство не способны. Валерий Усманов, Олег Короткевич, Данила Индюков. Новости Губкинского.